Интеллектуальное и духовное развитие молодежи, организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, развитие туризма и других форм активного отдыха. И это лишь малая часть того, чем занимается управление по делам молодежи и туризму, а руководит управлением Ирина Юрьевна Пономарева. Я считаю, что профессионал настоящий и руководитель профессионала, он в первую очередь должен быть лидером, который способен повести за собой команду, сплотить ее, настроить на правильный рабочий лад, где-то дружеский. Я считаю, что у Ирины Юрьевны это очень хорошо проявляется. Родом Ирина Юрьевна с Юго-Тюменской области, из обычной, как говорит наша героиня, но трудолюбивой семьи. Выросла я в семье, где все люди были очень строги к себе, очень строги к окружающим, очень ответственные. Самый строгий человек – это моя мама, самый строгий судья, самый строгий оценщик. И на сегодняшний день очень требовательный к себе и к людям, строгая учительница. Поэтому априори не позволялось детям учителя быть нам с братом хуже, чем другие дети. То есть обязательно должно быть все сделано, все выполнено, и спрос был гораздо больше. То есть дисциплина всегда. По образованию Ирина Юрьевна педагог. До приезда на Север она 12 лет работала учителем в школе. А вот на Север она попала благодаря своему упрямству. Я просто помню, в то время приходили вот такие приглашения молодым специалистам для поездки на Север. Но и в то же время помню очень жесткие разговоры в РАНО о том, что не нужно уезжать, дезертировать на Север, нужно работать и здесь на месте. И было какое-то, наверное, упрямство внутреннее о том, что если я хочу, то я, наверное, уеду и когда-то это сделаю. Вот видите, случилось. И вот уже на протяжении 15 лет она трудится в Управлении по делам молодежи и туризму на благо детей и молодежи нашего города. И за все это время ни разу не пожалела о выбранной профессии. Ведь именно она помогла ей добиться столь высоких результатов. Воспитание детей, это, наверное, необходимо каждому человеку, особенно женщине, потому что все мы мамы, все мы когда-то будем бабушками, это очень хорошо. И рано или поздно нам приходится заниматься воспитанием собственных детей, собственных внуков, в какой-то мере своих родителей, в какой-то мере самого себя. Это не секретно. Постоянно в течение жизни приходится каждому сознательному человеку работать над собой. Поэтому нет, у меня не было, к сожалению, о выбранной профессии. Управление по делам молодежи и туризму проводит работу в сфере организации досуга детей в каникулярное время. Также совместно с существующими в городе центрами, клубами, объединениями и учреждениями они помогают молодежи развиваться не только интеллектуально, но и духовно. Очень приятно то, что за это время мы стали инициаторами, именно управленцы и родились в городе, уже стали такими значимыми, очень важными для населения города. Это крупные такие мероприятия, как соревнования, автомобильные сетипажи, автоквест, городские туристические слеты работающей молодежи, куда приходят с удовольствием руководители предприятий поболеть за свою команду, творческие мероприятия, такие как студенческая весна, КВНовское движение. Ну и отдельно, наверное, следует сказать и о детском отдыхе, потому что ежегодно, даже только в летнее время у нас выезжает на летний отдых за пределы города, это около 700 человек. Это большое количество детей, это огромный блок работы. Кстати, как вспоминает Ирина Юрьевна, на Ямале Губкинский был первым из городов, который решился на эксперимент по организованной перевозке детей в летние оздоровительные лагеря за пределы округа. И вот уже на протяжении 13 лет юные губкинцы имеют возможность отдохнуть и оздоровиться в Краснодарском крае, на юге Тюменской области и даже за границей. В этом году я ездила в лагерь в Тюмень от организации молодежи и туризма. Там мне очень сильно понравилось, там было очень много интересных мероприятий, вожатые все очень добрые, все было вообще просто замечательно. Я вообще каждый год выезжаю в разные лагеря, чтобы не повторяться, и мне там очень нравится. Наверное, одно из очень важных достижений, вот более 10 лет Управление по делам молодежи сотрудничает с православным приходом храма святителя Николая Мерликийского. И кроме разовых мероприятий, выездов на православные фестивали, у нас реализуются два очень важных, значимых проекта. С 2003 года это проект лагерь «Шанс» на базе Балакского мужского монастыря. Руководитель мой коллега Александр Петрович Кузнецов, автор этого проекта, руководитель групп. И второй проект уже авторами, которые являемся мы с протеерием Валерием, это православный семейный оздоровительный лагерь «Ковчег». Этот проект реализуется не так давно, с 2012 года, но хочу сказать, что сегодня, 27 августа, проходит седьмой форум гражданского общества Уральского федерального округа. Ямал представляет пять социально значимых проектов, и проект «Ковчег», вот как раз отец Валерий представляет на этом форуме. Ирина Юрьевна отмечает, что в Губкинском, как нигде, выстроена работа по направлению возрождения духовных ценностей горожан. И это все благодаря совместной работе органов местного самоуправления, а также общественных и религиозных организаций. В нашем городе не очень большом численно, но работает воскресная школа, существует воскресная школа для взрослых, то есть прихожан довольно-таки большое количество. И это говорит о том, что социально такая правильная модель воспитания жителей, воспитания и пропаганды духовно-нравственных ценностей, свойственных вообще православных культур. Губкинский город молодой, поэтому как Управление по делам молодежи и туризму, так и муниципальные органы власти делают все, чтобы предоставить возможность молодежи полностью реализовать себя, найти свое место в жизни и свое призвание. Как говорит наша героиня, секрет успеха руководителя заключается в первую очередь в сотрудниках, с которыми делаешь общее дело, поэтому каждому руководителю в своем коллективе важно сначала создать командный дух. Что для этого нужно? Очень немного. По достоинству оценить каждого специалиста, помочь ему развить в себе свои сильные стороны, стать незаменимым в профессии, помочь ему развиваться творчески, очень искренне радоваться победе каждого специалиста, давать возможность расти и вырастить своих специалистов. И вот когда понимание в команде станет, вот именно сложится команда, когда каждый человек будет не просто приходить на работу, а будет думать о том, что его работа важна еще и потому, чтобы состоялась работа другого специалиста. То есть сложится вот такая цепочка, где каждое звено работает идеально. Вот это и есть успех, наверное. Вот это секрет успеха. Управление по делам молодежи и туризму на протяжении всего времени своего существования работает на благо детей и молодежи. Разрабатывает и внедряет новые программы и проекты. Но, как отмечают коллеги Ирины Юрьевны, именно когда она стала руководить управлением, все изменилось в лучшую сторону. Ирине Юрьевне удалось создать такой уникальный коллектив, в котором творческие, в котором какие-то деловые качества. Мы здесь работаем, мы не только коллеги, мы здесь друзья, мы товарищи, мы сотрудники, мы приходим друг к другу на помощь, на взаимовыручку. Мы все дела, все проблемы мы решаем вместе. И это в первую очередь идет от нее, от ее душевной теплоты, от ее настроя. Любая проблема, любая беда, все что угодно, мы со всеми вопросами идем к Ирине Юрьевне. Еще хочется сказать о таких качествах, как уравновешенность. Она никогда ни на кого не повышает голос. Она ровно разговаривает и успокаивает как работников, так и, допустим, посетителей населения нашего города. Очень хорошо общается с молодежью, с детьми, с подростками, то есть находит подход к каждому. Также сотрудники Ирины Юрьевны отмечают, что благодаря ей в коллективе всегда сохраняются теплые и дружеские отношения. Ирина Юрьевна опытный руководитель и очень тонкий психолог. В каком отношении? Она в каждом человеке, в каждом работнике находит ту изюминку, то умение, знание, опыт, которые могут пригодиться в работе. С одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы организовать работу в коллективе, она находит каждому подход. То есть умеет разговаривать как с человеком, который, допустим, работает буквально там несколько дней в коллективе, и его нужно поддержать. Также с человеком, который имеет большой опыт работы, и его надо, допустим, направить в какое-то новое русло. Вот что мне нравится мне как руководителя. Все сотрудники управления с теплотой и уважением относятся к Ирине Юрьевне. Отмечают, что ей как руководителю можно поставить самую высокую оценку. Ирина Юрьевна, в свою очередь, говорит, что успехи управления – успехи всего коллектива. Всем сотрудникам нужно ставить высший балл. Самая лучшая оценка, что нет каких-то случаев плохих. Все дети живы, здоровы. Нет случаев нарушений, что очень важно в наше время. Каких-либо нормативов, перевозок, нарушений правил каких-то, санитарных норм. Это очень важно обеспечить вот такое. Нет жалоб от населения. То есть все. В принципе, каждый человек, обратившийся за услугой, он получает эту услугу в полном качестве и остается доволен. Как утверждает наша героиня, чтобы каждый обратившийся в управление человек остался доволен, в первую очередь нужно работать над собой. Всегда приходится быть строже в себе, намного строже в себе. Чтобы быть объективным человеком, нужно учиться многие вещи, рассматривать с разных сторон. Нужно быть компетентным человеком. Поэтому приходится заниматься самообразованием. Я считаю, что это как раз очень хорошее качество. Да, приходится больше времени уделять работе, ну, ходить вовремя, там в какой-то, не укладываться в рамки рабочего времени больше. Но этого требует, время этого требует работы, это нужно. Есть у Ирины Юрьевны и четкая стратегия развития жизни. Никогда не отступать, самосовершенствоваться, работать над собой, над своими страхами, потому что нам всем свойственны в какой-то момент страхи. И в первую очередь быть всегда очень объективным человеком. Объективным и ответственным. Это самый главный секрет. А силы для дальнейшей успешной и плодотворной работы, как, наверное, многие из нас, Ирина Юрьевна черпает из своей семьи. Слава Богу, живы мои родители, папа и мама. Видимся мы, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. У меня два взрослых сына. Ну, практически им по 30 лет уже. Старший сын Сергей, он офицер полиции, служит в нашем отделе. У него уже есть своя семья, есть жена, то есть еще у нас есть дочка Кристина. Младший сын Максим, он закончил Ишинский педагогический институт и сейчас прошел службу в рядах вооруженных сил, инструктор-кинолог. И вот свою работу в дальнейшем сейчас связывает тоже с работой в правоохранительных органах. Работы у руководителя всегда хватает. Именно на нем лежит огромная ответственность как за своих сотрудников, так и за общее дело. Ирина Юрьевна успевает все. Остается время и на любимые занятия. Я очень люблю выехать куда-то на отдых. Обязательно как можно больше поплавать в море, в озере. Вот именно заняться плаванием. Потому что тоже очень люблю это. Люблю пообщаться. Вот есть такая возможность именно побыть среди животных. По возможности там, где есть лошади, заняться верховой ездой. Это тоже очень важно. Ну, для меня это очень важно. Да, заняться творчеством. Потому что очень люблю вышивать. И машиной вышивкой заниматься. Очень люблю что-то делать своими руками. Поработать с инструментами, с бустами. Какие-то цветочки, неважно, кожа, ткань. Как готовить желатин. То есть заняться творчеством. Каждый руководитель хочет, чтобы его организация была успешной. Ирина Юрьевна не исключение. Поэтому останавливаться на достигнутом она не собирается. Впереди еще много планов. Планы управления грандиозные. Вы понимаете, стратегия социально-экономического развития. Нам как раз сейчас мы двигаемся к развитию военной патриотики. Развитие творческого направления. Развитие туризма. Но здесь целый клондайк. Потому что мы еще только начинаем развиваться. Спортивно-оздоровительные пешеходные маршруты. Мы начинаем сплавляться по рекам. То есть вот эта работа с населением, она только еще строится. Поэтому планы перспективные большие. То есть все востребованные направления деятельности, они сейчас как раз будут развиваться, подкрепляться. И самое главное, что отмечает наша героиня, мало строить планы и говорить о них. Их нужно реализовывать, прикладывая к этому максимум усилий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова